В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елена Ветрова. Здравствуйте! В Каменск-Шахтинском предприимчивые бизнесмены разливали суррогатный алкоголь прямо в арендованном гараже. Что на самом деле было налито в бутылки известных брендов, сейчас разбираются стражи порядка. В Ростовской области сотрудниками межрайонного отдела номер 5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками Следственного комитета при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии ликвидирован подпольный цех по производству незаконной алкогольной продукции и задержаны трое участников организованной группы, подозреваемые в данном преступлении. Инцидент произошел в городе Каменск-Шахтинске. В одном из гаражных кооперативов располагалось нелегальное производство алкогольной продукции. При осмотре цеха оперативники обнаружили производственные линии по розливу алкоголя и уже готовую продукцию. Сырье злоумышленники привозили из соседнего региона, после чего приступали к изготовлению левака. Иными словами, просто смешивали спирт с пищевыми добавками. На момент проверки правоохранительными органами алкоголь в антисанитарных условиях задержанные разливали в стеклянные бутылки с этикетками известных марок. В ходе обыска полицейские изъяли более тысячи литров нелицензированной алкогольной продукции, станки для розлива, пластиковую стеклянную тару, а также наклейки с наименованием известных брендов. Полицейские изъяли обнаруженную алкогольную продукцию и поместили ее на ответственное хранение. Для установления степени опасности продукции для жизни и здоровья потребителей образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу. В Ростове-на-Дону полицейские пресекли деятельность участников организованной группы подозреваемых в обналичивании денежных средств, похищенных у населения. Трое злоумышленников были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, которые подозреваются в неправомерном обороте средств и платежей. По предварительным данным в состав организованной группы входили учредители управляющих компаний. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники создали фирмы-однодневки. На эти расчетные счета поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы «Банк-клиент». После этого фигуранты снимали наличность с расчетного счета индивидуального предпринимателя и распоряжались ей по собственному усмотрению. В результате действий злоумышленников были обмануты тысячи жителей города Ростова-на-Дону. Оплаченные услуги по ремонту и уборке многоквартирных домов фактически не предоставлялись. Итогом незаконных финансовых операций стал вывод в теневой оборот более 2 миллионов рублей. Следственной частью ГСУ Главного управления МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы. Подозреваемым избрано мера пресечения заключения под стражу. Незаконную горную деятельность организовали молодые люди на территории Ростова-на-Дону. Поиграть к ним приезжали не только ростовчане, но и жители ближайших городов. Как долго горе-бизнесмены играли с законом и что им за это теперь грозит, смотрите в нашем следующем материале. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ростов-на-Дону совместно с коллегами из территориального подразделения Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области при поддержке силового подразделения пресекли деятельность игрового клуба, организаторы которого проводили азартные игры на территории города Ростова-на-Дону. По предварительным данным, в период с января по февраль 2020 года 26-летний местный житель совместно с 34-летней подельницей для излечения дохода в условиях конспирации арендовали нежилое помещение, где установили компьютер с соответствующим программным обеспечением. Злоумышленники организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. При проведении обысков по месту проживания подозреваемых и месту организации противоправной деятельности правоохранители изъяли 18 системных блоков, 16 мониторов, 9 банковских карт, 7 мобильных телефонов, а также наличные денежные средства в сумме более 134 тысяч рублей. Следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 171.2 УК РФ незаконные организации и проведение азартных игр, совершенные группы лиц по предварительному сговору участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Когда мошенники инсценируют ДТП и подают поддельные документы в страховую компанию, интересно, на что они надеются? На этот раз злоумышленник планировал незаконно получить 700 тысяч рублей. В отдел полиции номер 3 Кировского района города Ростова-на-Дону обратился на минувшие недели представитель одной из страховых компаний. Он рассказал, что у него вызвало подозрение обращение в его фирму мужчин, который якобы повредил свой автомобиль в ДТП. Оперативники установили, что 39-летний злоумышленник инсценировал дорожно-транспортное происшествие. По факту, никакой аварии не было, а повреждения были незначительными, которые даже при визуальном осмотре не соответствовали действительности, не говоря уже о серьезной экспертизе. В результате своих махинаций мужчина нанес ущерб страховой компании в сумме более чем 700 тысяч рублей. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Алло, ваш родственник попал в беду, ему срочно нужны деньги. Такой фразой начинают свой диалог мошенники. Время на раздумья практически нет, и многие граждане попадают на удочку злоумышленников, отдавая порой немалые деньги. Уважаемые наши телезрители, посмотрите сейчас наш следующий ролик и сделайте для себя определенные выводы. Алло, здравствуйте, это реанимация. Ваша жена попала к нам после ДТП. Ситуация очень серьезная. Вам срочно необходимо перевести деньги на ее операцию. Стоп! Сейчас ты можешь стать жертвой мошенника, чтобы проверить достоверность информации. Незамедлительно свяжитесь со своими близкими по телефону и узнайте, где находятся ваши родные в данный момент. Или позвоните в больницу и проверьте там эту информацию. Но никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на карту или не отдавайте их лично. Но если вы все-таки стали жертвой мошенника, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции за помощью. Как же хочется доверять людям, но, к сожалению, обманутых граждан становится все больше и больше. Старайтесь всю информацию, полученную извне, проверять несколько раз и, по возможности, из разных источников. А теперь к другим темам. Злоумышленница воспользовалась моментом и сняла с банковской карты потерпевшей 25 тысяч рублей. Видимо, она хотела тем самым разбогатеть, но в итоге нажила себе серьезные проблемы. После того, как девушка получила долгожданное смс-оповещение, что на ее карту перечислена зарплата, она тут же пошла в банк, чтобы снять наличные. Вот только ее радость, к сожалению, была недолгой. В тот момент, когда в банкомате она снимала деньги со своей карты, она думала, скорее всего, о том, как и где она их потратит, и совсем не обращала внимания на рядом стоящих людей. А вот женщина, стоящая за потерпевшей в очереди, внимательно наблюдала за девушкой и заметила, что та машинально забыла завершить операцию и ушла. Этим воспользовалась злоумышленница и украла с карты гражданки 25 тысяч рублей. На что она рассчитывала в тот момент, можно только догадываться. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Г, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Серию краж раскрыли полицейские в городе Шахты. На протяжении последних месяцев подозреваемый воровал из квартир и домов местных жителей ювелирные украшения, меховые изделия и ценные вещи. Подробности в нашем следующем сюжете. В дежурную часть города Шахты позвонила расстроенная, взволнованная женщина и рассказала полицейским, что у нее из квартиры пропали все ювелирные изделия общей стоимостью около 350 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Шахты совместно с коллегами УУР Главного управления МВД России по Ростовской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Ростовской области задержали 28-летнего местного жителя. Злоумышленник действовал по уже налаженной и отработанной им схеме. Пока хозяйки не было дома, он путем подбора ключа к входной двери проник в квартиру и украл все ее драгоценности. В ходе работы сотрудники полиции установили причастность задержанного еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Подозреваемый воровал из квартир преимущественно ювелирные украшения, меховые изделия и другие ценные вещи. Общий ущерб за это время его преступных деяний составил порядка 750 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов частично изъяли украденное имущество у подозреваемого. В отношении его возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ кража. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские на месте преступления задержали 25-летнего закладчика. Сколько при себе у наркоторговца находилось белой смерти, выясняли стражи порядка. Сотрудники ОКОН ОМВД России по городу Ростова-на-Дону задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. Злоумышленник был пойман при совершении преступления. Он успел заложить 4 закладки в западном районе города Ростова-на-Дону. Оперуполномоченные доставили в районный отдел 25-летнего фигуранта, где при личном досмотре в кармане куртки были обнаружены и изъяты 15 полимерных пакетиков с веществом. Изъятые свертки были направлены на экспертизу, которая установила, что содержимое полимерного пакета содержит в своем составе героин общей массой 26,5 граммов. Также был обнаружен сотовый телефон, в котором находились фотографии с местами закладок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом Г и части 4 статьи 228.1 УК РФ покушение на преступление, незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские выяснили, что задержанный хранил наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников закладок на территории города Ростова-на-Дону. В ходе осмотра места происшествия с участием задержанного были найдены еще несколько оптовых закладок с наркотическим веществом, спрятанные в тайниках. Общая масса изъятого составила 6,5 граммов. А на сегодня это все новости, которые мы хотели вам рассказать. Впереди нас ждет праздничная неделя. Желаю всем больше позитивных и добрых новостей. С вами в студии была Елена Ветрова. Всего вам самого доброго. До свидания.